МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все материалы для строительства дома и не только. Родина 2А, корпус 2. Мы вам построим дом и посадим дерево. А сына вы уж сами делайте. Здравствуйте. Информационный час на телеканале эфир продолжит хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. В одной из квартир дома, расположенного на улице Хализова в Дербышках, по версии следствия, дочь расправилась с собственной матерью, пока та мирно спала. Подробности жестокого и бессмысленного преступления, о которых стало известно соседям, повергли всех в шок. Вскоре уже весь двор обсуждал эти самые подробности убийства. Это преступление с самого начала было абсурдно простым и шокирующе немотивированным. По словам соседей, определенные проблемы в семье были, но чтобы произошла такая беда, этого никто не ожидал. Так что весть, разнесшаяся по двору, поначалу казалась просто неправдоподобной. Нормально мы с женой и дочь с внуком. Этот мальчик вот в этом году пойдет в школу, должен быть. Подробности этой жуткой семейной драмы оповедал мальчик, проживавший в этой квартире. Он рассказал, что сегодня, как обычно, мать пришла домой пьяная и расправилась с бабушкой, пока та спала. Так вот, на часе семилетний ребенок лишился и матери, и бабушки, и теперь остается на руках у деда, которому еще два года работать до пенсии. Как рассказал сам мальчик, оставшийся теперь на попечении у деда, мать сегодня пришла домой нетрезвая, после выпила еще и стала говорить, что сейчас убьет бабушку. Мальчик поначалу не воспринял эти слова всерьез, но женщина взяла полотенце и просто задушила свою собственную спящую мать. Теперь ребенок на предстоящем судебном процессе вынужден будет стать главным свидетелем против своей матери. Страшное убийство пожилой пары, которое произошло недавно в квартире на улице Зорге, раскрыто. По подозрению в совершении расправы над пенсионерами задержан их младший сын. Выяснилось, что не так давно семья разменяла квартиру, и родители переехали в ДВушку на Зорге. Часть денег, миллион рублей пенсионеры отдали младшему сыну на решение квартирного вопроса. Большую часть суммы безработный 33-летний мужчина просто потратил, а на оставшийся приобрел дом в селе. На неоднократные просьбы дать еще денег родители, зная о пристрастии сына к спиртному, отвечали отказом. В ночь с 6 на 7 июня подозреваемый в порыве ярости накинулся на родных с топором. Убив пенсионеров, мужчина забрал 200 тысяч рублей и скрылся. Уже после задержания предполагаемый убийца сознался в содеянном. Товар на несколько миллионов рублей оказался охвачен огнем на улице Магистральной. Начавшийся с мусора во дворе пожар в считанные минуты перекинулся на ангар, где располагался склад композитных материалов. Только благодаря тому, что пожарные расчеты прибыли на место через несколько минут, производственную базу удалось спасти от полного уничтожения. Пожарным пришлось бороться с огнем в сложных условиях. В помещениях все было задымлено и временами искрила проводка. Пришлось буквально на пальцах выяснять у хозяев помещения его конфигурацию и содержимое. Происшествие для женщины стало настоящим шоком. Когда ей позвонили, она уже спала и примчалась сразу, как только поняла, что товар на крупную сумму может просто погибнуть. Мы дома спали, охрану позвонили. Давно это произошло, да? Вот минут пять-десять, как позвонил, мы с аватаркой живем, быстро приехали. Быстро приехали, да? Да. А когда приехали, тут что уже было? Вот это все, только что мы приехали, вот это все уже горело. И склад был открытый. По обширному пепелищу во дворе еще во время работы пожарных стало понятно, что возгорание началось там, где грудами лежали деревянные поддоны, а потом ветер погнал огонь на склады. Благодаря тому, что пожарные подразделения прибыли на место происшествия оперативной, сразу по повышенному номеру вызова с пожаром удалось справиться достаточно быстро. На данный момент его уже локализовали и сейчас пожарные ведут разборку и проливку конструкции. Теперь владельцам базы как-то придется решать вопрос о возмещении ущерба, который понесли арендаторы. И судя по всему, этот ущерб обещает быть немалым. После рекламы продолжим. Оставайтесь на нашем канале. Даже угроза сжечь себя заживо не помогла мужчине, который пытался накануне отстоять киоск на площади Вахитова. Судебные приставы прибыли на площадь еще днем для того, чтобы демонтировать торговую точку. Хозяева пытались не отстоять сначала ее при помощи аргументов и общественников, затем перешли к угрозам, однако все оказалось тщетно. Вы не исполняете? Я не обязана исполняйтесь, потому что это в суде судебно. Чтобы выводиться судебным приставам. Обязать. Обязать. Я могу судить. Я имею в виду. Кто на что имеет право в этот день выясняли очень долго. Казалось, что никто уступать не собирался. Хозяева точки говорили, что закон нарушает судебные приставы, а приставы в свою очередь утверждали, что владельцы просто не знают этот самый закон. Вчера я обратилась в суд. Суд вчера это принял. С вчерашнего дня все действия должны были быть приостановлены судебным приставам. Судебные приставы действия не пристанут. Более того, они мне времени не дают не вывести товар, не вывести сам пабельон, то есть добровольно это исполнить. Они выслали мне бумагу задним числом. Вы надлежащим образом были уведомлены. И вы все, все индивидуальные предприниматели, как только мы назначаем принудительное исполнение, в этот же день начинаете подавать в суд заявление о пристановлении. И считаете, что вы, если подали заявление, значит вы не должны исполнять решение суда. К сожалению, законодательство об исполнительном производстве совсем иное. В статье 40 указано, что по этому доводу, к которому вы обратились, только суд может приостановить, а не судебный приставы исполнителя. Не вводите вы, пожалуйста, всех в заблуждение. В итоге стороны все же сумели договориться. Никто из сидевших в киоске продавцов себя не поджег, а хозяевам дали еще время, чтобы вывести товар. Вот сюда поставлю машину, и сюда начну выключить. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. С вашей стороны никаких действий не будет. Не случится так, что вы сейчас ворветесь, все там разгромите. Я вам сказала только что, пожалуйста, вывозите свой товар. Вывозите. Я вам сказала, что мы сейчас туда ворвемся. Я же сказала, до полшестого вывозите, пожалуйста, свой товар. Товар вывозили больше часа. К этому времени нервы у всех были уже на пределе, а появление трактора чуть было не спровоцировало откровенный конфликт. В итоге киоск все же был снесен, и никто из людей не пострадал. Впрочем, сами владельцы бизнеса сдаваться не планируют. Похоже, что точку в этом запутанном деле поставит только суд. Пассажир автомобиля Део Некси серьезно пострадал в очередном ДТП на проспекте Ямашево. Машину протаранил с пассажирской стороны трамвай. В результате мужчина, сидевший впереди, получил травму и был тут же госпитализирован подоспевшими медиками. Подобный ДТП не редкость в последнее время, и пока водители с неразумным упорством будут игнорировать знаки, запрещающие левый поворот, вероятность серьезных аварий остается высокой. Удар был таким сильным, что Нексио протащило по трамвайному полотну с десяток метров, прежде чем вагон остановился. Потому и мужчина, находившийся на переднем сидении, получил серьезные травмы. Судя по всему, оба участника никак не ожидали появления помехи, как это часто теперь случается после отмены левых поворотов на Ямашево. Мы за полчаса проходили мимо, все было тесно, а правда пошли уже, тут народу уже полно стало. Уже полно, да, да. У меня соседка, я просто пришла, иди, посмотрите, что творится. Она говорит, скорая приехала, тут быстро увезли, тут и все. Если для основной части водителей отмена левых поворотов это благо, проспект наконец практически лишился заторов, то вот те, кто ездит, как выражаются инспекторы по инерции, этому благу не рады. Впрочем, винить в таком случае им некого, кроме себя, за невнимательность. Новые знаки установлены везде, и разметка также. Достаточно ясно показывает, что по проспекту теперь надо двигаться только прямо и направо. Однако тем, кто соблюдает требования, подобной ситуации не грозит. Если вы стали очевидцем происшествия или сняли интересное видео, звоните 248-0202 или пишите на электронную почту. Блин! Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Эфир продолжит тема. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Нелегкая жизнь больничного клоуна. Какой кровью и потом даются улыбки и смех маленьких пациентов? Об этом будем говорить прямо сейчас. Не переключайтесь.